Этот гон, я вот живу здесь уже 65-й год, и вот сколько я себя помню, здесь все время что-то боятся, и ждут все время конца света. А совершенно очевидно, что общество находится в состоянии болезни. Беспокойство, оно не имеет отношения к тому, на природе ты находишься или не на природе. Беспокойство имеет отношение к состоянию духа, понимаешь, если оно есть, то оно тебе притянет геморрой вообще в любой точке этой вселенной. Не получается купить личность и бессмертие, да, вот эта история, а на самом деле хочется же именно этого. Мясо вызывает в тебе большую интенсивность желаний, чем ты сможешь с этим справляться по жизни. Один из моих планов, конечно, перестать спать вообще. Какое у человечества светлое будущее, понимаешь? У человечества есть только светлое прошлое. Я как будто с вами. Ага. 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 Все меньше и всякая глупость беспокоит. Все реже это бывает. А ну как в подавляющем большинстве случаев понимаешь, что можно поступить правильно и неправильно. И есть даже возможность выбрать правильное, и поступить правильное иногда. Ну в общем как-то вот все, и вся эта история стала гораздо занимать. То есть вам стало интереснее и приятнее? Самим собой. Что касается внешней среды, там что-то мелькает какие-то пятна с какими-то полевыми разрывами в полях этих ощущений. Кому-то кажется, Максиму, кажется, что поменялось. Бараку Обаме кажется, что он бы еще был президентом. Прокурор Чайка, предприниматель хочет спать, но вынужден предпринимать. Я не знаю, там китайцы живут с ковидом, я не знаю, появились. У этих, у внешних, там вот эта иллюзия, вот этого бреда внешнего, там, блядь, все время мелькает. Она все время суетится и пытается представиться новым. Кто же ему поверит? То есть для вас это все как будто немножечко в стороне и мимо вас, правильно? Ну, я стараюсь, по крайней мере, я делаю много усилий, чтобы оно было в стороне и мимо. Ну, его в жопу, понимаешь, какая штука. Мне вот совершенно это ни к чему. Я там ничего умного такого не встретил, понимаешь, какая. Конечно, это внешняя реальность, это, она придумала какие-то значки, знаешь, какие-то, какие-то там фишки какие-то, которые нужно оттуда добывать, в принципе. И подавляющее большинство людей как-то делает много стараний, добывая эти штуки, значит, пытаясь что-то сделать со временем своего мира, понимаешь? Вот. Поэтому на самом деле большая часть моих этих отношений вот с этой вот кажущейся реальностью, а более того, как кажущаяся реальность, она же такая, она и создает вот эти кажущиеся значки, на которые якобы можно улучшить качество своей жизни. Ну, на самом деле его же можно улучшить, это качество своей жизни, но локально. Не получается купить личность и бессмертие, да, вот эта история. А на самом деле хочется же именно этого. Ну, в целом, да. Ну, хочется, чтобы было и сейчас хорошо, и при этом, чтобы это продолжалось как можно дольше. Не, ну, как можно дольше не устраивать абсолютно, только вечность, только вечность, конечно. Ну, вот вы говорите, что эта реальность, она такая, ну, иллюзорная, но в то же время многие же люди живут с тем, что эта реальность, она давит, особенно вот те события, которые... Живут мне-то чё? ...за прошедшей несколько... Много народов вот так живёт, вообще непонятно, как живёт. Множество народов ещё живёт так, мы вообще не подозреваем, как они живут, кстати говоря, да? К вам просто вопрос, как вы пришли к тому, чтобы жить вот именно в таком состоянии, что внешняя реальность, она вас... Для этого для этого нужно создать какой-то свой остров, да, свой вот этот кусок, причём такой неразличимый, чтобы его эта реальность нихера не различала и не говорила, «А-а-а, мне надо срочно занять, завоевать, понимаешь, что ты там себе придумал вот это, давай-ка мы ему придумаем что-нибудь другое, понимаешь, как он, без ковида и онкологии нельзя, а как это так вот, давай-ка мы ему подошлём что-нибудь такого ужасного, понимаешь, пусть он будет с нами, но когда ты замаскирован, когда у тебя всё вот это вот, я как будто с вами. Но вы же с нами, вот мы в данный момент... Конечно, ходим сюда... Да нет, сто процентов просто, даже вопросов нет, я просто чувствую духовное единство, я хочу сказать одно время, меня переполняет, я посмотрю на всех, думаю, братья, люди, сёстры, извините, что мы к вам обращаемся, нас обокрали на вокзале, мы приехали делать операцию, ну и всё такое, доброе, доброе наше соседское взаимоотношение друг с другом. Я просто к тому, что когда вот часто заходит разговор о том, что нужно вот сохранять некий вот там свой внутреннюю, внутреннюю гармонию, это легко делать где-то, например, там в лесу, на природе, но мы с вами вот в Москве в данный момент... Это вообще со всей моей истории, что я перебиваю, ну это как, кому это там легко сохранять на природе в лесу, в лесу всё время комаров много было. Я помню, ко мне какие-то мои дочки приехали когда-то в деревню, давно ещё даже, бабушки в деревню, они в городе жили, они просто зарыдали и сказали, что они больше никогда не... они прямо туда, с поезда, они сошли сюда и сказали, да, можно, баба, едем обратно. Знаешь, типа, продали им лет 14-15 было тогда, представляешь, а ты говоришь, на природе спокойствие. А однажды ко мне приехал в деревню мой такой близкий, мой человек из Калифорнии, значит, такой innovation предприниматель, серьезный, большой, знаешь, такой известный человек, я его притащил к себе в деревню, туда в лес, значит, он приехал ко мне, и мы пошли в лес прогуляться, значит, и он начал всё тоже беспокоиться, беспокоиться, говорит, слушай, ну вот, every mosquito, каждый комар, когда он кусает, он всё вспрыскивает немного яда, а мы идём, а я иду, значит, и со мной этой дочке, это 9 лет назад было, я сейчас 12 лет, получается, а там года 3 ей было, значит, в Брониславе, и она такая, в панамке такая, с какой-то рубашки, с коротким рукавом, ну, какая-то такая, идёт и радуется, значит, и потом цветочки смотрит, такая, а этот комар из себя всё время шлёпает, хлопает, значит, он говорит, ну, ведь если там эти сотни тысяч комаров впустят тебе яд, можно умереть, я говорю, слушай, на тебе мою кепку, на тебе мою вот эту, иди домой, а ещё один сын его проводил, это по поводу того, что это ж такие заблуждения, да, это, ты говоришь, какое-то общепринятое мнение, ну, очень многие люди сильно беспокоятся и на природе вообще, беспокойство, оно не имеет отношения к тому, на природе ты находишься или не на природе, беспокойство имеет отношение к состоянию духа, понимаешь, если оно есть, то оно тебе притянет, геморрой вообще в любой точке этой вселенной, просто конкретно, и ты будешь с ним бороться, понимаешь, и тебе будет чем себя занять. Понял, хорошо, тогда, так как вы самый, пожалуй, известный человек в теме китаеведения, и... Чистый пиар. Интересная, интересная ваша точка зрения на те события, которые происходят последние несколько лет, потому что они начались в Китае, вы говорили в одном из интервью, что Китай очень, ну, грамотно смог из этого всего выйти, в отличие от всего остального мира, вот, интересно, вот, ваш взгляд, почему это пошло из Китая, и что это вообще такое, потому что кто-то говорит, что это, наконец-то, там, конец всех времен, и вот мы сейчас, все это закончится, кто-то говорит, что это... Я так люблю, у меня есть любимый такой поэт и певец Михаил Щербаков, у него есть такая песня, значит, она начинается словами, знобит ли, ломит ли поясницу, народ не бось, не фраер, тот час шумит о судном дне, град выпал, бегут ушки и сновидцу, сломалась вода качка, готовятся к войне, и там привез такое, ой, скучно мне, сломалась вода качка, готовятся к войне. Этот гон, я вот живу здесь уже 65-й год, и вот сколько я себя помню, здесь все время что-то боятся, и ждут все время конца света. Это, я хочу сказать, это неотъемлемая характеристика аврамической реальности, в которой начинается словами «вначале сотворил Бог небо и землю», следовательно, а окончается она темой, что там, ну, это книжка, которая определилась, что такое генотип, я сказал, семантический генотип, красивый термин, кстати говоря, семантический генотип, у меня термин такой придуман по поводу книги «Перемену», это ситуативная генетика, очень классный такой термин, я люблю термин, значит, сочинять, хороший, продуктивный, ситуативная генетика, а вот это вот генетическая семиотика, может, слышите, или семиотическая генетика, вот такая вот история, вот я имею в виду, сформировала, ну, как бы сформировала, способы думания передаются из поколения в поколение, и они имеют отношение к языковой среде, но там то, что это было написано на библейском иврите, тоже еще тот язык, знаешь, типа, свои дела, но тем не менее, вот эта вот концепция начала, а в конце на греческом языке там было написано, что, типа, времени больше не будет, все же закончится, там, типа, Мессия, там, они все время его ждали, он все время приходит, этот Мессия, и это происходит в исламском мире, Машах, понимаешь, что это происходит, там, я не знаю, ну, во всех видах христианства, иудаизм, значит, какие-то главные основополагающие вещи, они предлагают какое-то прочтение этой книги «Бытия», да, этой книги «Бытия», в которой ничего хорошего тебя не ждет, потому что там ты осознаешь вечно, что ты грешен, а ты грешен, ну, что же здесь по определению, понимаешь, трудно, трудно стать святым, не получается нифига, даже если хочется, понимаешь, даже если ты предпринимаешь усилия какие-то по этому поводу, сложно, что-то где-то там ошибки делаешь, ну, то есть какой-то лабиринт запутан, значит, да, вот это вот, при приходе, святость – хорошее состояние, туда бы хорошо, святость – это безгрешность, безгрешность – это несовершение мелких ошибок. А это невозможно? Ну, черт я знаю, может и возможно, может невозможно. Ну, опять же, потому что это относительно же вопрос, что такое ошибки. Кто-то говорит, что это возможно, нет, есть какие-то точки переходов, да, вот, когда, если ты делаешь этот переход, ты оказываешься в другом типе реальности, это необратимо там, в принципе, там, ну, например, смерть – это вот такой переход для подавляющего большинства людей абсолютно необратимый, да, ты там оказываешься в другом типе реальности, если ты вообще оказываешься, да, где ты вообще, или тебя, или такие тебя действительно не становятся, понимаешь? «Мама не горюй» такое есть кино чудесное, где он говорит, «Я там был, вас там не сидело», он говорит, «Нас там не сидело, нас там летало». Ну, тогда, раз мы уже затронули эту тему, ввиду всех этих событий, понятно, люди заболевают, люди умирают, они-то, в принципе, и до этого умирали, но сейчас это как-то вот… Оно вышло в медийное поле, я бы хотел сказать. Вот я не замечаю, чтобы стало умирать как-то больше принципиально людей, чем раньше умирало, понимаешь? Я даже вот где-то недавно был, где-то было народу какое-то количество на каком-то мероприятии, я как раз спросил, ну типа, а сколько? Много народу вот умерло в своем окружении, ну, несомненно, например, от COVID-19, несомненно от COVID-19, да, не больных изначально, которые, значит, которые от гриппа умирали, потому что надо сказать, что и от гриппа тоже умирали всегда люди, потому что от гриппа, сезонного гриппа, там были какие-то осложнения, ну и просто умирали люди, разный организм, да, при этом люди еще умирают в старости, когда на них какая-то болезнь падает и так далее. Поэтому я не знаю, может быть, их и больше стало умирающих, знаешь, как таковая. Ну, я, честно говоря, не уверен, честно сказать, не уверен. Ну, моя любимая поговорка же, придет время, умрем ли хуже других. Так а что после смерти на ваш взгляд? Я-то откуда знаю. Ну, понятно. Да, понятное дело. А я уже сказал, кстати, говорят, в какой-то точке. Ну, все зависит от того, может, если у тебя нет картины мира во времени вообще. Вот здесь же вопрос, есть ли у тебя картина мира во времени. Во времени. А время – это не только вот этот вот кусочек и представление о том, что было до и после. А это то, когда тебя еще не было, и то, когда тебя уже здесь не будет. Понимаешь, какая штука. То есть это задача личная каждого – сделать эту картинку подходящую для себя. Поэтому, собственно говоря, там, ну, мне понятно, например, совершенно очевидно и ясно, что… Но вот этими словами, на каком языке, в котором мы общаемся, оно просто невыразимо абсолютно. Несмотря на то, что вы знаете 9 языков, словами это объяснить, вы считаете, невозможно. Нет, в смысле, нет, словами объяснить можно все, только понять нечем. Какая разница, это что там. Словами можно говорить обо всем, о чем угодно, но это такой креатив, творчество и так далее. В любом случае опыта, опыт, опыт, особенно какой-то такой телесности, я представляю, что это опыт потери телесности, да, вот как его передашки. То есть, если в моем ощущении есть некоторые вещи, вот в этой структуре ощущений моего тела, есть какие-то такие комбинации каких-то там ощутимых единиц, которые можно приравнять к вечности и бессмертию, да, ну, там, какие-то вещи, я однозначно, я знаю сейчас, что во мне есть бессмертного. Ну, у каждого же человека, по сути, есть опыт проживания потери телесности, это сон. То есть, каждую ночь мы же... Ну, это такое, ну, это метафора хорошая, как бы, ну, старое и затертое, вот это сон маленькое, лето – это маленькая жизнь, а сон – это маленькая смерть, понимаешь, типа, там, Митяев. Поэтому это такая история не очень убедительная, понимаешь. Значит, несомненно, интересен сам переход в сон, как бы, там. Насчет того, что она теряется, эта телесность, ну, вот по-разному бывает. Я, например, предпочитаю во сне телесность не терять, да, вот как-то там. Я сплю, вот, у меня под головой камень, например, там, значит, я вот сплю, ну, на совсем твердом раскладе, поэтому, как бы, вот предметы в руках держишь, вот, там, на мне вот эта фигня неудобная висит там периодически, да, сплю очень мало, да, поэтому мне, наоборот, интересно телесность не терять во сне, например. Это точно так же, как не умереть со смертью. То есть вы в бессмертие вкладываете именно это? Нет, я не вкладываю, я просто учусь умирать. Я просто учусь умирать. Сон – это некая модель такая, в общем, наверное, приближенная, неточная. Но там многое можно узнать, проходя эту границу туда и обратно. Ну, это то, что связано с осознанными сновидениями, или вы про что-то другое? Нет, не стопроцентно нет. Вопрос осознанных сновидений – это вообще для меня это какой-то фуфил такой базарный. Ну, то есть вы не пробовали или пробовали, и вас это не ставило что-то? Нет, я не вижу вообще. Это настолько-то неинтересно, понимаешь? Это так же, как галлюциногенные наркотики, понимаешь? Ну, это так вкусно. Хорошо, тогда вопрос такой. Раз у вас это происходящее событие, эта реальность, она вас не очень трогает, и вы в своем островке. Ну, в смысле как? Ну, она меня не трогает. Ну, в смысле, не трогает в каком плане? Что меня она не беспокоит особенно об этом? Она не беспокоит, потому что я делаю довольно много каких-то усилий, чтобы она меня не беспокоила. Ну, как к этому прийти? В этом же главный вопрос. Как прийти к тому, чтобы… Ну, простейший вариант, вот я придумал такой термин, классный, несколько дней тому назад, вот его, организмическая метафоризация, да? Организмическая метафоризация. Вот всегда вот у тебя почти реальное есть, вот это вот твоя тушка, понимаешь? Этот кожаный мешок, набитый каким-то фаршем, да? Вот ощущения какие-то. Поэтому, когда говорится, ну, как прийти к тому, что научите, вот я шарики кручу, вот три шарики, они не стукаются, четыре иногда даже не стукаются, да? А как, а научите, а как, что, ну, что там нужно? Знаете, вот крутить надо, понимаешь, какая штука. Более того, ты научишься только когда у тебя поменяется чистая, ну, там, кристаллография ладони, фактура руки, мышцы поменяются, они станут слабее, там, понимаешь? Там произойдут какие-то реальные физические изменения. И здесь то же самое, типа, вот как этому научить? Вот я на шпагат люблю садиться, поражать этих, там, этих, как это называется, людей разных, из общества особенно. Так разве, и все, они просто попадают в ступор, потому что это не вяжется, да, с этой возможностями. Ну, не стыкуются, да. Не стыкуются с этим, с видением, значит, белая борода и вот это вот какой-то там. И что? Как я тебя могу научить этому, понимаешь? Ну, какой-нибудь инструмент, который вам помогает? Кто-то, вы про дыхание много говорите, вот, может быть, вы бы рекомендовали в эту сторону. И практику, ну, практику, конечно, лучше делать. Лучше умирать здоровым и богатым, нежели чем бедным и больным. Конечно, да. Практика, она нужна для того, чтобы быть здоровым и богатым. Просто практик сейчас очень много. Много стало мастеров, много каких-то там школ, направлений. У вас просто уникальный опыт. Вы начинали, ну, во времена, когда этого вообще не было. И поэтому интересен именно ваш опыт, вот, что за время вот эти годы практики вы как бы выкристаллизовали. И вот... А я вот за эти годы практики, я выкристаллизовал свою личную практику. Вот, собственно говоря, это самое главное. Просто я научился строить так свою жизнь, что в ней очень много места для практики. А вот как? Какие-нибудь примеры прям локальные, очень интересные. Ну, вот я стою в 3.30 утра, понимаете, и начинаю это, как его называется, делать упражнения. Заканчиваю я их около, наверное, 7. А упражнения какие? Вот вы как-то в одном из интервью рассказывали, что вы после пробуждения глаза не открываете. Да, не открываете. Это вот в чём суть этой практики? Ну, суть заключается в том, что с открытыми глазами гораздо труднее сосредоточиться на ощущениях тела, внутри своего тела. Просто тебя отвлекает. Зрение забирает слишком много вот той вот энергии, которая тебе нужна для того, чтобы работать с этими ощущениями тела, понимаете. Вот, поэтому закрытые глаза, ну, как-то необходимость, я не знаю, это же было. Ну, я много практиковал. И вот я, например, когда стоял в Джан-Джуане я какое-то количество лет по утрам, это поза столбом, значит, стоять. Это тигуиновская тема. И вот интересно, когда с тобой люди делают, вот как бы, Джан-Джуан, типа, боится, как всё время закрыть глаза, понимаешь, по причине, даже, знаете, ему, во-первых, не безразлично, как на него смотрят всё время, да, значит, ну и потом мало ли чего. Вот я поэтому спросил, что это довольно непопулярная история с... Нет, это популярно, популярно, я не знаю, там, эти коксы, амфетамины, понимаешь, как то есть. В определенных кругах, да. Да, конечно, да. Но это же не говорит ни о чём, правда? Ну, то есть, ну, эта реальность, в которой мы живём, она же не очень здорова, по сути дела. Так, предположим, сознание сообщества, да, сознание человечества. Ну, не возникает ощущения такого по здравому размышлению, что это здоровые отношения вокруг нас, вот... Ну, я полностью согласен с этим. Да, 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 вот как бы там здоровые семьи, в которых выращиваются здоровые дети, здоровая культура, здоровые отношения, да. А совершенно очевидно, что общество находится в состоянии болезни. А почему так произошло? Что... Ну, я понимаю, что причина, наверное, много... Ну, нет, периодически нет. Ну, почему? Периодически, вот оно же идёт вот такими волнами. А, то есть, это просто цикл определённый? Как всесезонный грипп какой-то, я не знаю. Ну, куда-то эволюция сознания человеческого, она движется в такую сторону, вот оно от механистической, ну, вот если взять какое-то, вот, например, аврамическое сообщество, в котором мы живём, есть определённая закономерность эволюции сознания, да, вот это смена, я бы сказал, узора идей и обстоятельств, вытекающих из этих идей, там, в какое-то разное время, там, например, вот если взять, например, Россию, да, вот какое-то было состояние духа, например, с 1924 по 1954 год, да, там, как бы там... Ну, я понимаю, что вы рассказываете, что было жёстко, да, но точно так же было и в других странах как-то, да, там, предположим. А если вы возьмёте, например, какой-нибудь 15-й век, какую-нибудь Францию, какой-нибудь период расцветной инквизиции, там тоже что-то было по-другому, да, или вы возьмёте, и дело даже не в том, какими там верёвками вязали и так далее, а дело в состояниях, в состояниях сознания. И в этих состояниях сознания есть общие закономерности, вот точно так же, как сейчас, дело не в ковиде, да, а дело вот в этих каких-то вот этих вот трепетных отношениях по поводу происходящего и полная неспособность сказать себе что-то уверенное и с этим жить. То есть ковид – это просто причина, которая вскрыла определённые проблемы, из-за которых вот вся эта ситуация... Нет, я в большей степени говорю о том, предположим, я как раз в большей степени говорю, там, как я инструментально с этим работаю, потому что, ну, откуда я могу знать, причина это или не причина. Более того, а чего попусту воздух шевелить, если я просто песни не пою, да, говоря о том, что вот это вот ковид – это причина или не причина, там, потому что люди живут себе своей жизнью, да и живут, да и фиг с ними. То есть я плохо верю в том, что вообще кого-то в чём-то можно убедить и на что-то сподвигнуть, я не знаю, можно даже убедить, вы там можете, я и сам могу проникновенно слушать людей, говорить, ага, да, конечно, ну, боже, как умный, какой, как Максим, ну, потрясающе, какие у тебя умные глаза. Да, 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 ну, простые вещи, да, начинается какой-то, ну, мы же люди, мы друг друга манипулируем всё время, там, маленечко так чистым, мы же опасные звери, по большому счёту, поэтому надо всё время ещё мальца друг друга укращать, а ещё живя в состоянии постоянного самообмана, понимаешь, какого-то, самообольщения, используя других людей в своих целях, корыстных интересах, в общем, такая довольно большая путаница здесь случается. Поэтому, собственно говоря, я, мне вот всё равно совершенно, там, кто-то согласен с тем, что я говорю, там, скажет, да-да-да, какой виноградский умный, или кто-то, фирюга, блядь, таких проба негде ставить, понимаешь, какая штука, и оба будут правы. Раз мы заговорили про некие периоды, циклы, про книгу перемен, если мы можем описать происходящее событие какими-то периодами, циклами и прочим, это значит, что есть некая предсказуемость системы. Если есть некая предсказуемость системы, значит, эту систему кто-то создал, и мы находимся не в ходе... Абсолютно, вот эти значит, вот эти вот какие, а почему это значит это? Ну, хорош. Если строить какую-то логическую цепочку. Нет, ну, это полная какая-то, это, факеншит, а не логическая цепочка получилась. Там в какой-то момент ты резко как-то подменил, причём искренне и не думая об этом, что ты подменяешь, вот это значит, это вообще ни капли не значит. Слушай, а почему оно так это значит? Потому что тебе так показалось в данный момент, то есть вопрос хотелось понтене с ней задать. Я про предсказуемость, то есть мы, ну, вы знаете, есть там несколько разных концепций того, что вообще наша жизнь, где мы находимся. И одна из концепций, это концепция некой матрицы, в которой мы находимся. Ну, ты братья Квачевский, ну, это так вообще, ну, это так примитивно. Нет, в которой заранее... Матрица, конечно, это, как это называется, популярное кино, но меня очень поразило, что столько народу на неё повелось. Я вообще долгое время практически кино не смотрел, особенно какие-то модные фильмы. Ну, как-то так. И вот, когда вот эта матрица вдруг стала, знаешь, типа, там, мамой всех идей у прогрессивного человечества, она как-то, матрица породила массу каких-то этих способов метафоризации, там какие-то, ну, есть вот эти, типа, культовые фильмы, понимаешь? Мне кажется, Тарантино лучше всё равно, понимаешь? Как-то, что он такой, ну, как бы, вообще фуфлечок с этой матрицей. Это вот такое входящее, вот это вот в моду мерцание компьютерных всех вот этих фиговин, понимаешь? Ну, как бы, какая матрица-то вообще? Я про предсказуемость и прогнозы, то есть... Это не факт, что оно предсказуемое и прогнозируемое. А вообще, кстати, не факт. Несмотря на то, что, конечно, я очень, как сказать, успешно это практикую. А про периоды, если говорить, вот вы описываете там периоды, вот вы в одном из интервью уже описывали период до 2014 года, потом вот сейчас мы идём до 2024, и потом у нас пойдёт период дальше. То есть, если вот эти периоды, вы же их описываете, и вы довольно, ну, подробно... Да, 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 ну и что, можно другие описывать. Или это только потому, что постфактум описывать легче, чем... Сто процентно, конечно, да, сто процентно. То есть, вы не сторонник того, что наша система имеет некую... Закономерность, предсказуемость. Ну, слушайте, если вы бросаете семечко в этот, как его называется, в землю, и поливаете, оно вырастает, и совершенно предсказуемый плод приносит. Ну, как, или там есть масса каких-то вещей, которые совершенно предсказуемые. Ну, если непредсказуемые тоже, там же, прямо там же, да? Потому что ты её бросил в землю, а собака пробежала, затопкала. То есть, это одновременно и предсказуемо, и непредсказуемо, правильно? Абсолютно верно. Хорошо, тогда про, немножечко глубже в эту же тему, про человека. Книгу «Перемен» часто используют для описания человека, там, ну, по дате рождения, там, добавляя к этому... Ну, это опять часто, вот опять, не перебарчивая, это этот же, этот, как его называют, ну, фигня. Человека, дизайн человека. Дизайн человека, да, вот это всё. Остальное вообще ни разу не часто, просто раскрученная система. Вот раскрутили какие-то грамотные аферисты, мне нравится, как они это сделали, понимаешь, типа там. И поэтому там книга «Перемен» стала более популярна в западном мышлении, не только как, значит, гадательная книжка, потому что для этого все себе реально, ну, подавляющее большинство спросей у человека, что такое книга «Перемен». Если я задам вам вопрос, что такое книга «Перемен», что вы скажете? Я бы сказал, что книга, по которой можно делать какие-то прогнозы и описание событий, людей и так далее. Вот я бы как-то так... Ну, подавляющее большинство приблизительно, то же самое я бы сказала, да. Хотя, можно, да-да-да, ну, так же. Ей можно, кстати, она у меня довольно-таки, может, по голове, да, сильно, кстати. Нормальная тема. Человека можно убить. То есть вы не поддерживаете историю, когда книгу «Перемен» используют для вот таких описательных... Да хорош, я сам этим пользуюсь всё время. Нет, вы сказали, что аферисты, вот, взяли, начали это использовать. Нет, я не так писал немного. Я пользуюсь этим, конечно. Не то, чтобы я взял и начал использовать. Но когда помогать, так, конечно, пользуюсь. Лишь бы работало всё. Хорошо, тогда вопрос к вам. Что такое книга «Перемен»? Я как бы... Ну, конечно, нет. Книга «Перемен» – это древний китайский учебник по воспитанию управленческого мышления. Это раз. И второе – темпорально-семантический кодер. А имеющий отношение к знаковым системам. К знаковым системам. То есть, вот, собственно, к сознанию как таковому, потому что сознание устроено, да, вот, собственно говоря, знаковыми системами, какими-то способами взаимодействия знаков в знаковых системах. Это сознание. Оно может выражаться языком, и с этой точки зрения имеет. Но темпорально-семантический, имеющий отношение к времени в сознании и сознанию во времени. Вот, собственно говоря, а кодер – это то, с помощью чего кодируется. Это, собственно говоря, не некая технология научения тебя способом кодирования. Они могут быть языковые, они могут быть какие-то другие, которые дают предсказуемые изменения состояния сознания во время. Как это можно использовать сейчас нам, обычным, так скажем, людям? Ну, вопрос бюджета. Это как-то называется. Да как угодно, кстати говоря. Просто люди же хотят вот таких простых вещей. О, книга «Перемен», и по ней я могу предсказывать будущее. Так печально, простых нет вещей никаких. Нет простых вещей. Люди, можете разочароваться просто сразу, что не обольщайтесь. Простых вещей нет. Умирать придется в одиночку. Но, тем не менее, вы по книге «Перемен» делаете прогнозы. Да. И они сбываются. И они сбываются. Ну, кстати, я вот не уверен абсолютно, что они сбываются. Ну, как бы, мы же, у сознания есть такое качество, качество наше сознание, вот конкретно, как у системы темпорально-семантических полей. Качество сознания – это аутосугестивность, самовнушаемость. Ну, гибкость, мы можем подтягивать что-то. Аутосугестивность, я люблю латинские, греко-латинские термины, они такие, ну, наука, знаешь, состоится из греко-латинских корней. Вот аутосугестивность, вот это самое, поэтому сбываются ли они в сознании? В сознании может вообще сбываться все, что угодно. Это же вопрос. Можно подумать, что от какого-то прогноза, который сбудется, тебе что-то будет хорошо или плохо. Ну, люди же хотят знать, когда я стану богатым, когда я встречу свою любовь, когда там какая-нибудь фигня случится. Поэтому можно рассказывать все, что угодно им, понимаешь, они же хотят, понимаешь, знать. Ну, хочешь знать, ну вот тебе это, вот тебе вот через 284 дня, 12 часов и 34 минуты ты станешь богатым, понимаешь, какая штука. В этот момент я скажу, там, перенеси вот этот вот ящик денег, блядь, отсюда до туда, все заберут, понимаешь. И в это время ты будешь богат просто, ну вообще, там, 2 миллиона каких-нибудь единиц. Так а зачем тогда? Нужно ли делать какие-то прогнозы? Или это просто игра? Игра некое развлечение. Вот это хорошо сказал, конечно. Ну, все, вся наша жизнь игра, да, вы к этому? Ну, нет, ну это, нет, не вся наша жизнь игра, да, наше сознание устроено по игровому принципу. Собственно, игра – это такой тип движения знаковых единиц в сознании, которые подменяют друг друга, которые вызывают состояние игры, состояние творчества. Поэтому сознание, оно все время играет. Лила, да, вот эта вот фигня, значит, такая, значит, игра, конечно, игра. И это тоже просто некая часть игры, в которую мы можем поиграть немножечко. Ну да. С прогнозами. Конечно. Хорошо, может быть, тогда вы немножко поделитесь прогнозом в ближайшее время. Ну вот, например, следующий год, 22-й. Ничего особенного не произойдет. Хотя, теперь, наверное, это хорошо даже. Я к ним, Васильевич, надо наоборот, попустить чуть-чуть. Мы же, когда пугаемся, что-то… Есть же простые закономерности, дружище. Значит, вот объявили этот, значит, ковид, понимаешь, типа… Локдаун, коронавирус. Куар-коды и прочее. Слова греко-латинские всегда русскую душу… Это же влияет на нас. Русскую простую душу всегда впечатляли, конечно. Локдаун, куар-код, коррупция, динаминация, интеграция, темпоральная семантика. Ну, я знаю, понимаешь, как это работает. Ну, ничего, ну, локдаун, ничего. Я к тому, что это же влияет на нас. Вот карта висит. Что на нас не влияет? Что на нас не влияет? Ну, мы такие трепетные, вот, как, видишь, юные нанайские девушки в кадетском корпусе. Я так думаю, значит, на нас все влияет. То есть, меньше ныть и больше играть? Ну, как получится. Это ж такое дело. У кого-то нытье – это игра, понимаешь, типа, да. Важно быть здоровым перед смертью. Про здоровье тогда? Ну, да. Если зайти на Википедию, ну, самое простое, да, и там будет написана интересная фраза о вас, что одним из главных направлений вашей деятельности, вашего изучения является тема бессмертия. Когда мы произносим это слово, бессмертное, у нас сразу, ну, вот, возникает что-то такое прям необычное и магическое даже. Почему вам интересна эта тема? Очень высокобюджетная тема. Один мой знакомый, очень известный режиссер, он как-то рассказал, значит, мы там сидели, он говорит, после 10 миллионов долларов у человека появляется жена-дизайнер, которая дизайнер делает. Когда у человека там 20 миллионов долларов, значит, цена, или там 50, жена-архитектор появляется, которая начинает строить всем, типа, друзьям этого, значит, дома. После 50, или там, после сотки, получается, появляется океанская яхта, после 500 появляется private jet, частный самолет, после миллиарда лаборатория по изучению бессмертия. Очень высокобюджетная тема просто. Я вас понял. И вы нашли этот ключ, этот секрет? Сто процентов, конечно. Так, у нас будет сенсация сегодня? Конечно, конечно. Ну, это же бюджет на этом устроится, ну, как я буду выдавать? Угу. Хорошо, я попробую немножечко тогда... Выведать, да. Выведать, да, потому что вы преподаете цигун. Я не преподаю цигун. Нет, это не так. Ну, да, 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 я что-то, ну, я там как-то, я точно не занимаюсь. Ну, только лично и очень дорого. Понял. Но я правильно понимаю, что это один из ключиков к тому самому бессмертию? Нет, ну, любая практика, любая техника, какое-то осознанное усилие по самоисследованию, по изучению себя, ну, конечно, это путь, который хоть куда-то ведет. Ну, если говорить, что бессмертие находится где-то в той стороне, где находится вечность, да, вот какая-то там где-то там вечность, какое-то волшебство. Вот как туда добраться? Как добраться в эту область бытия, да, вот из этого, вот из локдаунов, что там еще, QR-кодов, значит, это научно-технического прогресса, кибернетической парадигмы, пентиума, хуентиума, и вот из всего этого бреда. Вот как добраться в вечность, да? Да, именно это нас интересует. Можно начинать дышать, да, пробовать, по крайней мере. Дыхание, оно делает человека более внимательным. Внимательное дыхание делает человека более внимательным, более того, оно создает в нем другой тип внимания, с помощью которого можно там что-то такое уцепить, чего другими способами не уцепишь. Более тонкие вещи, да, какие-то, а тонкие вещи, они более длинные вещи. А более длинные вещи, это более отражение более длинных волн, какие-то. А более длинные волны, вот они туда в вечности и ведут. Хорошо, если мы примем концепцию того, что мы в вечности, то зачем мы здесь, вот в этом осознанном отрезке существования в конкретном теле, в конкретной реализации? То есть в чем смысл, зачем? Ну, это наказание. Наказание? Конечно. О, так, круто, я люблю эту тему. Наказание за что? Ну, каждый там уже сам должен разбираться. Ну, обычно в этой жизни повторяешь практически все те же самые ляпсусы, которые допустил в предыдущие, я не знаю. Ну, там, что-что-что у тебя там бывает? Там, живешь в обиде на своих родителей, там, я не знаю, там, подворовываешь маленечко, значит, обманываешь, там, я не знаю. Ну, как-то, ну, обычные темы какие-то, грешки свои, вот не умеешь смирить. Ну, и задача... Переедаешь, там, или наоборот, не досыпаешь, я не знаю, распущен в половой жизни, там, тянет тебя на какие-то, там, изручнические дела, несмотря на всю их гребаную толерантность, понимаешь? Задача это преодолеть, правильно? Нет, задача понять, что это такое, конечно, там, понять, ну, и отпустить эту фигню, то есть, для того, чтобы жить комфортно, нужно жить спокойно. Для того, чтобы жить спокойно, нужно жить с чистой совестью, а чистая совесть – это такое чистое сознание. Со-весть – это то же самое, что со-знание, да? Когда в тебе распределены все вот эти ценности правильно и равновесно. Про отпускание у западного человека с этим большие проблемы. Мы, наоборот, умеем хорошо держать, мы хотим владеть, а с отпусканием сложно. Может, у вас есть какой-то... А я думаю, вы говорите про западного человека, я думаю, про кого-нибудь там, а это мы типа западные уже. Ну, мы, да, конечно, мы же уже все равно часть западной культуры. Да, чуть-чуть, маленько есть, конечно, чуть-чуть, да. Может, у вас есть какой-то лайфхак, чит-код, как научиться этому отпусканию? И что вы в это вкладываете, может быть, чуть-чуть развернуть само понятие? То есть, что значит отпустить? На словах-то легко, да ладно, я отпустил, но на деле это же очень сложно. Чисто, как будто опять организминка, надо учиться садиться на шпагат без напряжения. То есть, через это конкретное физическое действие позатем можно... Только без напряжения, если ты вот... Больно ты садишься там и так далее, то не будет тебе царствия небесного. А можно ли вообще тогда что-то делать в своем сознании без физического... Без подключения тела, например? Ну, конечно, нет. У тебя тело, сознание есть только в теле больше, нигде у тебя никакого сознания нет. То есть, просто сидеть и медитировать не получится? Нужно еще... Ну, что ты несешь бред-то какой? Ну, как просто сидеть, медитировать, понимаешь? Просто сидеть, просто сидеть, занятие трудное. В обыденном представлении-то кажется, что это необоротно. Кому интересует твое обыденное представление об обыденном представлении? О чем ты говоришь? Ты же сам понимаешь, что вот сейчас на секунду, когда сосредоточишься, ну сядь посиди, на каких-то випассанах был, что-то нет никогда. Нет, я понимаю, насколько это не... Ну что стоит, ну как бы это я тоже не был статегорин, но просто я много практикую. Просто вот самая крутая тема, это Джон Джоан, это стояние в свале, стоять без движения. Пять минут хватает тебе, чтобы понять, какой я дурак, зачем я встал. Трудно, трудно ничего не делать, понимаешь? Потому что вот эта вот фигня, она все время шевелится и хочет что-то делать. То есть получается, что через тело мы постепенно идем глубже в сознание? Нет, через тело мы идем только глубже в тело, понимаешь? Но сознание находится в теле. А сознание, кроме тела, нигде его не будет. Все твое сознание сосредоточено в этот раз в своем теле. И все вот эти воспоминания о райских временах, когда можно было сосредоточить сознание без учета тела, ты можешь что-то делать с сознанием только через тело. Никаких других вариантов у тебя вообще больше нет. Я просто почему спрашиваю? Потому что сейчас как раз много популярных направлений, которые связаны именно с менталом. То есть какие-то ментальные практики, которые ты должен делать, но без подключения тела. Вот поэтому мне было интересно ваше взгляд. Ну как просто сидишь, что-то... Это низкопробные аферисты. Мы только сейчас выяснили, чтобы сидеть просто, нужно затрачивать большие телесные усилия. Понимаешь? Ну как вот, вернись прямо на секунду в этот вопрос. Вот ты говоришь, типа там, ну вот сейчас много, что без тела. Ну аферисты. Я вас понял. Понимаете? Ну как можно без тела что-то делать? Ну ты не можешь ничего делать. Ты делаешь телом все равно. Понимаешь? Вот ты задаешь мне вопрос. Это же какие-то там напрягаются мышцы гортани. Понимаешь? Ты там слышишь мои вибрации в ответ звучащего моего голоса. Там в тебе тоже что-то... Вот видишь, шевелится даже непроизвольно. Вот там вот что-то шея начинает дергаться. Сложно просто сесть и... Да, да что бы тебе не просто сесть и вот ничего не делать. Понимаешь? У тебя там глаза моргают. Как там, понимаешь, как это возникает? Почему? По какой причине? А в чем хочется двигаться? И что? Съел не то что-то? Нет, просто... То есть просто живешь ты в этом теле? Ну да, да. Да я просто здесь живу в этом теле. Движение. Вдох-выдох, движение. Ну живешь же в этом теле, да. А как можно что-то здесь делать вне тела? Когда, опять же, мы говорим там про здоровье, у нас сразу же возникает тема нашего образа жизни, питания. Понятно, там, того, что мы едим, того, что мы пьем, как мы двигаемся и так далее. Здесь, опять же, за время вашего большого опыта вы открыли, может быть, для себя какие-то, ну какое-то понимание того, как лучше. Я не хочу употребляться, как правильно, как неправильно. Почему? Ну потому что это же относительное понятие. Или есть все-таки как правильно. Ну, конечно, есть абсолютно не какие-то вещи. Расскажите, пожалуйста. Знаешь, как цыган приучал лошадь без еды обходиться? Нет, не знаю. Вот он уменьшал, уменьшал ей порцию, почти вырыжил, без еды обходиться сдохло. Чуть-чуть не успел, понимаешь? Какая штука. Есть какие-то вещи, которые там правильные и неправильные. Конечно, есть. Ну вот какие вы могли бы... Ну, в принципе, если ты забиваешь гвоздь, то правильно все-таки не по пальцу бить, а по шляпке. Безусловно. Ну, есть масса таких вещей. Правила какие? Ну, они все же описаны в этих каких-то... Так просто много разных взглядов. Один говорит одно, другой говорит другое. И немножечко вот в этом теряешься и думаешь, так как же все-таки правильно? Или правильно просто слышать себя, идти через интуитивное восприятие вообще отношения? Ну, ты же все равно слышишь себя, когда ты слышишь себя. Ты слышишь себя через какую-то паникейную систему. Безусловно. Обязательно, да? То есть, по крайней мере, ты опять кодируешь свои вот эти темпорально-семантические поля. С помощью темпорально-семантических кодеров ты кодируешь темпорально-семантические... Я сейчас решил загипнозировать. Немножко, ну ладно, передумал. Вот. Поэтому ты все равно смотришь через какие-то паникейные системы, себя созерцаешь, понимаешь? Поэтому система описания, может быть, какая угодно вообще, я не знаю. Главное, чтобы что-то делать. Ну, вы на что опираетесь? Вы... Ну, самый банальный пример. Есть мясо или не есть мясо? Ну, я не ем мясо. Вот, просто... Я еще и рыбу еще не ем. И не ем еще молочку. А вот из-за чего? Из-за вопросов исключительно... Из-за того, что исключительно состояние тела. То есть, вы просто на практике ощутили, заметили, что так вам лучше? То есть, без каких-то добавлений дополнительных накручиваний? Нет, я как аферист, я накручиваю иногда. Я могу накрутить все, что угодно. Вот вопрос бюджета и покупаем мы или продаем. Но при этом сам я не ем мясо, рыбу и молочку не ем. Ну, это же мой образ жизни, как бы. Ну, я вот встаю... Так интересен ваш шок? Я встаю в 3.30 утра, просыпаюсь, большую часть времени, очень редко я просыпаю эту историю. Ну, связано с переездами уже и так далее. И вот что-то там делаю, стараюсь есть легкую пищу и стараюсь ее есть, как бы, вот, ни в коем случае не переедать вечером, например, я стараюсь, там, 100%. Предпочитаю вечером не есть вообще, во второй половине дня. Значит, не употребляю впрямую сахара, например. Я понимаю, что что-то там... Вот в сахаре, когда он растается, он липкий становится, такая липкость появляется, вот, из-за этого. И молочку я тоже не употребляю, мне очень нравится это, причем вкусные вещи, они всегда вкусны, да, как таковые, да. Но я ее не употребляю, хотя в какой-то момент, ну, самая вообще одна из самых больших вот этих пристрастий, аддикций, если говорить таким языком, конечно, вкусовая у человека. Человек привязан к вкусу, к употреблению какого-то вкусов, и это однозначно наркотическая такая привязанность у человека, да. Поэтому мне очень нравится освобождаться от привязанности. Вот, и это является основным таким каким-то этим. Ну, вот, когда, вот, это очень, на самом деле, интересный момент такой, мяса хочется больше, чем, предположим, хочется гречку. Ну, да. Ну, смотря кому, конечно. Не, 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 ну, в любом случае, если ты хаваешь, там, типа, там, подавляющее большинство людей предпочитает, и тебе задают, а как же без мяса-то? Да. Да, вот это, потому, а ты сейчас услышишь меня, я говорю сам, очень интересную вещь, что мясо вызывает больше желания, чем вызывает желание какая-то зла какой-то. Он просто больше желания вызывает, понимаешь? Так же, как, я не знаю, если у тебя нормальная ориентация, понимаешь, какая штука, там у тебя вызывает больше желания, там, вот, то, что у тебя его вызывает больше, понимаешь, какая штука. А там, где больше желания, там больше зависимости. А там, конечно, там больше зависимости, и оно тебя, конечно, хавает так же, как ты его хаваешь, потихонечку, понимаешь. Ну, в этом смысле фастфуд – это вершина этой истории, вызывает максимальное желание. Не, ну, я бы так не говорил про фастфуд, потому что я не знаю, я вообще фастфуд не ем никогда, поэтому хрен его знает. Поэтому, вот, почему я не ем, потому что, вот, хороший прям этот вопрос, и я прям реально сейчас нашел вот этот цвет, почему я там не ем мясо, рыбу, именно, наверное, вот по этой причине, потому что, ну, чтобы меньше желания у меня вызывалось, потому что, а вот, когда у тебя, например, есть состояние раздражения, и ты ходишь в состояние раздражения, и тебя все, блядь, раздражает. И хочется в этот момент что-то закинуть? Да, нет, 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 и тебя все раздражает, и имеется в виду, оно то, что только что было вот таким вот приятным и хорошим, состояние раздражения начинает раздражать. Вот, когда в тебе много желаний, ты вот с этим желанием ходишь, и оно ко всему приклеивается, понимаешь. И чем больше ты ешь вот это вот, я просто сейчас вот веду эту речь к тому, что мясо вызывает в тебе большую интенсивность, желаний, чем ты сможешь с этим справляться по жизни, и потом тебе хочется еще что-то острого, понимаешь, водочкой запить, телочки присунуть, понимаешь, тебе там вот это вот... А потом и не одной. А потом и не одной, а потом вот это вот венерические болезни, стыд, срам, украл, выпил в тюрьму, понимаешь, жизнь поломана, понимаешь, а все из-за какого-то гребаного кусочка мяса, оно тебе надо, понимаешь, как говоришь, просто если разумно обходиться, то я все-таки предпочту не есть мясо и быть в спокойном состоянии сознания, в спокойном состоянии сознания дольше. Я не могу сказать, что я в вечно состояние сознания, но в этом я вот в связи с тем, что я, предположим, не ем какие-то вещи, мне легче сохранять покой в таком, ну, в желании в таком большей степени разряженном, или разреженном, как правильно сказать, да, вот оно не такое густое, у меня желания не такие густое, ну, потому что я уже старостно вообще, с другой стороны, может, это скорее всего, на самом деле, от старости, то есть тебе, наверное, в 20 лет не трудно было там удержаться от этого. Ну, и это же дает свободу, когда ты можешь... Это правда, это правда, это делает тебя более свободным во времени, конечно, да-да-да. Про сон вы сказали, встаете в 3.30, сколько вы ложитесь, сколько вы спите? Ну, слушай, это такой вопрос, я на него всегда не знаю ответ, я ложусь вообще обычно в районе 12, 11 до 12, но я в течение дня, я, конечно, бывает дни, когда я не сплю совсем, но в течение дня я, наверное, обязательно сплю, но я сплю только сидя, ну, у меня вот образ жизни, я в основном на полу, там располагаюсь везде, вот я там, если сел, откинулся на стеночку, и там чуть-чуть, то ли я медитирую в это время, то ли я сплю, ну, вот я ухожу в какие-то состояния, там иногда, ну, могу часто просидеть, ну, или в лотосе, или в полутосе. Интересно, и, ну, это, такой образ жизни дает вам все равно энергию, да, вы чувствуете себя бодро, чувствуете себя энергично? Ну, да, ну, я не знаю, это ли мне дает энергию, понимаешь? Просто если предложить, там, обычному человеку, даже если бы я попробовал так спать, Ну, обычный день вообще неинтересно. Я думаю, что мне бы это нелегко удалось, поэтому интересно. Наверное, да, дает энергию, да, так, и можно, наверное, сказать, что дает энергию, да. Просто может быть... А может мне не это дает энергию, а что-то другое. Продолжение темы еще зависимости. Может быть, сон тоже одна из зависимостей? Нет, ну, само собой, конечно, нет. Но у меня в моих планах, у меня есть какие-то планы, немного по этой жизни, ну, есть. Один из моих планов, конечно, перестать спать вообще. Да, есть люди, которые это практикуют, и вам близка такая история. Я, ну, я не знаю, я не встречал таких людей, которые это практикуют, и которые мне показались адекватными. Которые все живы, да? Ну, не знаю, нет, я просто не знаю таких людей, да. Но мой опыт, в моей практике, он как раз меня вот ведет к тому, чтобы, в конце концов, научиться не спать вообще. А как вы тогда, вот, ну, как вы можете объяснить, что тогда человеку будет давать энергию? Ну, сон, это же понятно, самый простой способ подзарядиться энергией. Если не спать, то что? Это, там, человек так сильно раскачивает свою внутреннюю какую-то энергию, или что? Как вот вы бы это можете объяснить? Я, честно сказать, не знаю. На самом деле, человек, у него недостаток энергии или избыток энергии? Вот это вопрос такой, бабушка на двое сказала, да, обоюдоострый, непонятно, понимаешь? От чего человек чувствует усталость? От избытка энергии или от нее недостатка? Интересно. Ну, поэтому, что мне дает энергия? Вообще, это мне задача, то есть, просто ни одной секунды. То есть, сама вообще по себе концепция энергии, да, там, накопление ее, там, наличие, сохранение, она мне не кажется очень продуктивной. Она в какие-то моменты может быть продуктивной, но, в общем, не очень продуктивной. Просто, если мы говорим, там, например, про цигун, то эта тема очень часто, опять же, в широком смысле, связана именно с темой энергии. Я говорю, что концепция энергии сама по себе, вот эта вот энергия такая, концепция физическая изначальная, да, вот она не очень продуктивна, она не очень плодотворна, она закрывает какую-то вот часть вопроса, какое-то поле, да, тем, что она сосредоставляет, это как с фонариком идти по ночному лесу, знаете, вот по ночному лесу фонариком идешь, ты леса стопроцентно гарантированно не увидишь, ты можешь видеть только пятнышко под ногами, понимаешь? И вот есть такие понятия, вот, предположим, понятие энергии, оно вот тебе дает такое вот это пятнышко под ногами, тебе кажется, что ты идешь по ночному лесу, это не хрена по ночному лесу, не идешь, ты вот, тебя за этим пятнышком куда-то тебя ведет. Я ходил вот в лесу ночном, значит, такой бес, не включая фонариков каких-то, там, какие-то были у меня прогулки такие большие. Это очень интересное переживание другое, да, ну и потом я действительно много практики делаю с закрытыми глазами, там, предположим, да, вот. Это совсем другое, может, там энергия приходит, если говорить об энергии вообще, но если вы помните, я начал говорить об энергии, ну, как об этом световом пятне фонарика, да, вот это, ибо понятие, это некие такие вот световые пятна, которые высвечивают тебе, и тебе там все очевидно, понимаешь, мы оба смотрим в это пятно, и нам кажется, весь этот мир, он в этом пятне, понимаешь, какая штука там, и мы говорим, да, вот мир такой, а вот сюда вот бесконечность этой вселенной распространяется дальше за пятнами вот этих наших, да, вот этих, слабосильных лампочек наших сознаний. Как вы считаете, это нормальный путь сначала пойти в это пятнышко, ну, допустим, в тот же цигун пойти для того, чтобы, ну, стать энергичнее, а потом, может быть, расшириться, или вы считаете, что лучше сразу смотреть на это, так скажем, нечего... Я вот здесь вообще ничего не могу сказать, я не знаю, у кого как, кто как попал, понимаешь, какая штука. А вам, вам это что дает, вот почему вы практикуете до сих пор, что вам это дает? Да почему, вопрос до сих пор, это что такое было, скажи, я не понял вообще, что, как ты, о чем, что ты говоришь, почему ты до сих пор, до каких таких сих пор? Продолжайте это делать, спустя столько лет, это же непросто. А что, ну, как бы, а как это можно прекратить делать? Можно остановиться, и все, там, окей, я позанимаюсь, ну, есть люди, они, например, там, на йогу пошли, позанимались, там, 3-5 лет, и как-то, ну, окей, я в это наигрался, пойду во что-то другое, может быть. Да, такие есть. Конечно, есть. Интересно, почему, что вас держит, что вы в этом находите? Нет, ничего не держит, это же... Ну, в хорошем смысле, что вас мотивирует? В хорошем смысле этого слова, да? Ну, мне нравится учиться. То есть для вас это до сих пор... Опять до сих пор. Обучение. До сих пор, я говорю. Учиться есть пять действий человеческого духа. Это исследование, обучение, общение, творчество и управление. Вот они все пять действуют одновременно, да, и, по сути дела, там исследование и обучение, да, вот они включают в себя общение, творчество и управление. То есть у нас есть, с одной стороны, исследование и обучение, с другой стороны, есть творчество и управление. А посрединку у нас есть общение, со-общение, которое между ними возникает. Мне не видится вообще никаких других целей, кроме как исследовать и обучаться. В этой жизни приобретение знаний, мне кажется, наиболее правильным вложением этой жизни. Приобретение без финальной точки. Сейчас я прочитаю вот эти, например. Не-не-не, мы на разном говорим. Приобретение знаний – это научение чему-то, что ты тут же научаешься применять. Вот я как раз об этом. Не просто знания ради знаний. Покуда ты человек, ты ограничен знаниями. Знания – это в основном отказ от каких-то ограничивающих тебя концепций. Знания – это не то, что я тебе еще одну книжку прочитал или написал. Знания – это возможность глядеть на это все по-другому. А как понять, какое знание мне нужно, а какое не нужно, кроме логических каких-то моментов? Нет, это тоже так вообще нельзя про это говорить. Нет такого знания, которое нужно. Знания – это некое действие, которое ты совершаешь. А оно, во что оно окрашивает, так же, как вот вспомнить, что я говорил сейчас про раздражение перед этим, или про вот это вот понятие какое-то. Вот в тебе есть какое-то понятие какого-то, и оно тебя окрашивает, вот этот мир, в такой тип обстоятельств у тебя, значит, возникать. Вот у тебя, когда возникает какое-то знание, это значит, тебе происходит некое изменение, прям, ну, вещественно-материальное. Ну, вы про переживание говорите, да? Некое внутреннее переживание, которое происходит. Ну, может, его можно назвать переживанием, просто переживание для подавляющего большинства людей неконтролируемая такая ипостась, понимаешь? Тебе дадали пороже, и ты переживаешь. А знание контролирует. Знание – это некий такой процесс, с помощью которого ты движешься по реке времени. Вот такой вопрос про циклы. Мы немножко поговорили про циклы событий в нашей жизни, страновые и так далее. Есть ли в жизни человека какие-то циклы? Ну, вот, там, например, цикл, есть такая теория 7-летних циклов, там, от 0 до 7 лет, потом 14, 21, там, 27 и так далее. Вот, вот по вашему опыту вы в своей жизни ощущали, что вы проходите какие-то циклы? Я 12-летний ощущал. 12-летний? Да, 12, 24, 36, 48, 60, сейчас на 72 лет. Можете чуть-чуть рассказать, как это было и что вы... 12 лет, вот 12 лет 12 циклических единиц, они похожи на структуру одного года, 12 месяцев, следовательно, в которых существует, вот если брать вот эту организмическо-сельскохозяйственную метафору, да, вот как таково, это то, что вроде как нечто, что-то сеется, зарождается, взреет, собирается урожай, сохраняется, да, вот такие вот истории. Вот, следовательно, в структуре года есть 12 месяцев, там, которые по три месяца составляют один сезон, да, три луны. А в структуре вот 12-летнего цикла существует 4 части по три года, да, вот, собственно, за которые... Вот то, что ты начинаешь в структуре вот этого вот цикла 12-летнего, там, в первый год, откуда ты выходишь, оно в конечном счёте превратится в какие-то предсказуемые плоды через 12, ну, через 9, да, там, этих лет. Ну, а потом ты эти плоды сохранишь и новые семена посеешь в следующем цикле. И, ну, получается, если знать эти циклы, то можно, в принципе, наперёд предсказывать, планировать какие-то события в своей жизни. Ну, какие-то, да-да-да, что-то можно предсказывать и планировать, да. Это правда, да. Я понял вашу позицию про предсказания, что, ну, она как бы вроде да, но в это же время и нет. Вот, просто хочется всё-таки, если, допустим, мне это интересно, я хочу этим заниматься, как к этому правильно подойти? И может ли человек самостоятельно это делать? Например, делать какие-то предсказания по той же там книге перемен. Ну, научиться и это делать, или... Ну, научиться, да, можно научиться это делать, это надо учиться. И так же, как, я не знаю, математики, я не знаю, какой-нибудь, квантовой физики. Для этого нужно приобрести довольно большое количество знаний. Ну, вот я об этом и говорю, что проще и лучше самому, или обратиться к человеку, к мастеру, который это умеет делать хорошо, и придумывать его себе? Если у тебя задача с книгой перемен, совершить вот эти развратные действия, научиться гадать, то, ну, наверное, можно научиться, можно к мастеру обратиться, вообще не важно. Она же для других целей абсолютно, она же не для того, чтобы гадать. Вот мне хочется чуть-чуть это раскрыть. Всё-таки для каких, чтобы снять вот этот флёр попсового представления о гадании? Нет, ну, вот я же сказал, это темпорально-семантический кодер. Кодер, да, это с помощью семантической системы кодируется и декодируется во времени. Вот, по сути дела, вот вы смотрите на меня, там, и у вас вот эти знаки какие-то мелькают, какие-то образы, переживания, значит, какие-то там понятия, смыслы, они вам как-то так друг друга сменяют, и там вы выхватываете, ну, какой-то там вопрос, который вы задаёте, вы так плывёте, там, я причём анализирую, смотрю, ну, там, смотрю так, ага, как он строит свою эту тему, откуда он вопросы берёт, как он это делает, и мне это очень ясно, мне это очень понятно, как это всё рождается в этом варианте, потому что есть какие-то представления какой-то публики, которая что-то ждёт там, понимаешь, и типа ты пытаешься вот этот поток превратить в поток туда, да, вот мой поток. Поэтому на самом деле тема вот любого рода описания, то есть картинки мира, то есть вот что такое книга перемен, это всё зависит от твоей картинки мира, понимаешь, типа там вот надо ли людям гадать или не надо, слушай, ну это настолько всё равно, по большому счёту, потому что для подавляющего большинства людей вообще ничто, ничего не решает. Это такая печальная новость об этом, понимаешь, какая штука, но весёлая новость в том, что всё уже давно предрешено, ну я понимаю, о чём вы, да, что мне хочется вас немножечко направить в одну сторону, но при этом… Да я не против, вас позорю это. Не, я понимаю, что как бы ваша суть, ваша проявленность, она как раз-таки в другом, в том, чтобы не направляться чётко, ну не говорить там да-нет, вот так или нет. Не, ну совершенно какая-то ошибка. Мне просто абсолютно всё равно, ты трогаешь какие-то поля, и я говорю своё ощущение по поводу этих полей, а не какие-то, знаешь, типа там, не попытка удовлетворить твои какие-то ожидания. Ты же задаёшь вопрос, у тебя же существуют какие-то варианты ответов всегда, понимаешь, какая штука. А у меня вот, я таким, мне абсолютно отключен от этих вариантов ответа, они на меня вообще не влияют. Точно так же, как, ну ты типа там, чё там, кто чё видит, мне абсолютно всё равно, понимаешь, какая штука. Как там, кем они меня видят там, чё я там расскажу, что духовный учитель, аферист, маньяк, я не знаю, там, я не сумасшедший, там, вообще всё равно. Ну и это очень необычно, и это даёт вам целостность, во-первых. И как вы считаете, каждому человеку надо к этому стремиться? Не вообще, я про это тоже вообще ничего не знаю. Слушай, ну куда людям стремиться? Люди вообще-то так стрёмно живут, понимаешь, что ещё и стремиться куда-то их заставлять, заманивать, конечно. Насчёт стрёмно живут. Вы опять же сказали, что то, что у нас сейчас происходит, так скажем, на планете, не очень хорошо, но это результат определённого цикла, что мы, так скажем, в нём находимся. Нас всё-таки ждёт что-то светлое впереди? У нас есть возможность вырулить или нет? Ой, боже мой, зайчик, ты чё? Ну как бы, а чё? Почему нас ждать должно что-то светлое впереди, если сейчас всё хорошо? Так сейчас хорошо или нет? Ну как тебе, хорошо или нет? Мне вообще замечательно. Ну и чё, ну а чё тогда ты едешь? А ты хочешь встать на место вот этого всего плохо воображаемого, некачественно воображаемого человечества и за него что-то подумать, да? Ну я же тут нахожусь в роли человека, который немножечко транслирует эти идеи, чтобы от вас получить ответ. Я не против. Понятно, что у меня есть там тоже своё видение, но я здесь вот, у меня роль немножечко другая. Ну да, бедняга, ну что делать, надо работать, конечно. Арбайд Макфрайд. Ну и чего тогда? Да тогда просто вопрос был про светлое будущее. Ну какое у человечества светлое будущее, понимаешь? У человечества есть только светлое прошлое, понимаешь? Просто если... Ностальгия по детству вся. Если размышлять логически, что если люди вот сейчас зашли в такую точку, то... Да они всегда в ней были. То скорее всего в будущем будет плюс-минус то же самое. Не произойдёт изменения. Опять это не значит, это вообще не значит ничего, потому что ты ничего не знаешь про закономерности времени. А вы знаете что-нибудь? Ну немного побольше, конечно, потому что там... Потому что подольше здесь жил. Можете поделиться? Нет, ну я говорю о том, что ну какие-то бывают такие переключения, когда оно вообще в другую сторону куда-нибудь ведёт. То есть вот там 24-й год может стать точкой переключения. Я не говорю к хорошему, к лучшему или к плохому. Ну 24-й год будет какой-то точкой переключения, там однозначно, 100% там, потому что там останется последняя двадцатка в цикле в большом, понимаешь? А сознание, оно всё существует в циклах, понимаешь? И состояние сознания в этих циклах меняется. А изменённые состояния... Вопрос, я ещё раз повторяю, эволюции темпорально-семантических полей вот в структуре сознания, понимаешь? То есть переключения, я правильно понимаю или нет, что переключения, они происходят вот этими циклами. А понятно, к хорошему они приводят или к плохому, для каждого это своё, потому что... Это так сложно на самом деле, видишь, как бы вот это вот, например, разница в возрасте, то, что было у меня 20 лет назад, да, и у тебя было 20 лет назад, это были совершенно разные какие-то миры, да? Максимально разные. Максимально разные, да. А при этом Бог его знает, а 40 лет назад, а 40 лет назад мне было 25, понимаешь? И что там был, там был другой мир или нет? А у тебя его вообще ещё не было тогда, да? По вашим ощущениям он был другой? Нет, ну я уже говорил про это, нет. Мой мир был, был мой мир другим, но мир не был другим. Я понимаю, что... Ну там 20 лет как-то было ещё менее уютно мне здесь жить. Я ещё плохо устроился в этом теле, и во всех этих... А в каком возрасте вот вы, так скажем, вот хорошо устроились и вам... Ну после 60 лет. После 60 только? Да, да. Интересно. После 60. Ну 60 такой цикл, когда ты, ну там, у тебя есть возможность социумам немножко уже так отстраниться, понимаешь? То есть это с этим связано, что уже нет вот этого давления какого-то, да, зацепок? Ну и ты ещё и умеешь как бы в это давление не включаться. То есть это развитие мастерства на протяжении вот этих, так скажем, 60 лет у вас было, которое позволило вам выйти вот в эту точку? Ну какой-то опыт, да, опыт появляется. Ты понимаешь, что типа там... Не надо переедать на ночь, понимаешь, какая штука. Предсказуемое будущее будет нехорошим с утра, понятно, и так далее. Ну и так далее. Есть масса каких-то таких простых этих маленьких законов. Немножко вопрос у меня есть про Китай. Китайская философия, она во многом про такие глубокие смыслы, не про, ну не то, что не про материальное, не про земное, но в общем про глубокое, то же самое конфуцианство и так далее. Но при этом, ну и это культура, которой много тысяч лет уже. При этом сейчас, глядя на вот так отстранённо на Китай, не создаётся впечатление, что там люди, ну так скажем, очень примитивно объясняют, такие какие-то вот духовные что ли. То есть там как будто система наоборот очень жёсткая. Вот хотелось у вас спросить, как... Ну как, где там жёсткая система? Что? Где там жёсткая система? Ну в плане того, что начиная там ещё с советских наших времён, когда там коммунизм и так далее, ну в очень обыденном представлении есть, например, Запад, да, он весь такой свободный, там люди делают всё, что хотят, они все такие вот, ну вот они свободные. И есть некая другая сторона, и Китай тоже является вот этой другой стороной, на которую мы смотрим и видим, что там меньше свободы, вот этой такой в широком представлении свободы. И там больше какого-то там, то, что может быть какого-то авторитаризма, тоталитаризма и так далее. При этом культура китайская, она же наоборот про высокие некие смыслы. И вот глядя со стороны, создаётся такой немножко диссонанс, что вроде бы... У меня вот не возникло ощущение, что в Китае меньше свободы. Вот я вот как раз у вас... Ну вообще ни разу не возникло. И вообще свобода Запада это такая какая-то иллюзорная такая штуковина. Вот я как раз хотел ваш взгляд на это иллюзорность. Нет, я вот это и говорю, я про него и говорю, да. Что подавляющее большинство людей там как раз сильно каких-то замороченных и не свободных на этом Западе. Ну и тех, которым я знаком. Вы просто тоже много говорите про политику, процессы, которые происходят. Вот поэтому был бы... Там какой-то, знаешь, Запад вот чем отличается... Ну опять же, это же очень условное понятие. Там вот аврамический Запад, там европейско-американский Запад. Да, такой вот этот вот. Он отличается, что ли, другим уровнем воспитанности в области коммуникационной. Ну там, однозначно, там люди больше знают про вот такие способы комфортного обращения друг с другом на внешнем уровне, да. Которые вот особенно для нас там полудиких, когда мы туда приезжаем, такая вкусняшка, понимаешь, какая штука. И нам легче становится, ну как бы в этой среде там говорить hello, thank you, вот эта вот вся эта история, да. Там себя как-то вести поприличней. Приличий там больше, а свобода там меньше. А Китай, вот Китай как раз наоборот, там и приличий больше, и свобода больше, из того, что я встречал. Ну какие-то, наверное, есть проявления тоталитаризма какие-то, они встречаются, наверное, не больше, чем в России, сто процентов. И говоря о России, как бы вы описали Россию сейчас? Потому что, ну лично на мой взгляд, Россия сейчас находится в очень интересном положении, потому что с одной стороны мы не про Запад в плане там вот тех движений, которые там сейчас происходят с гиперлиберализмом, скажем так. И с другой стороны мы все-таки не Восток и не Азия. Но я хочу сказать, мы сейчас ищущие, мы сейчас честно ищущие, потому что предыдущие все вот эти вот умники, предыдущие парадигмы, предыдущие способы формирования общественного сознания целостного, они сейчас почти перестали работать. Я не знаю, какие-нибудь там способы выражения себя в искусстве, там, я не знаю, да. Пришла какая-то новая иная литература, там, какая-то новая иная живопись на рождается, там, совершенно новые иные формы искусства, цифровая вся эта история пришла сюда. Поэтому сейчас сильно все это отличается от предыдущего этапа, как такового. То есть, однозначно я могу сказать, что, наверное, там, ваше обращение с вот этой медийной средой, с компьютером, не факт, что оно более умелое, чем у меня, но оно другое в любом случае, там, или у моих детей, там, вот у меня там дети какие-то есть, ну, типа, вот там, 17-18 лет, да, вот они, то, как они живут в этом мире цифровом, это совершенно другая тема, как я там живу, хотя я компьютеропользователь активный с 1987 года, там, BPC, да, а вот среда другая меняется. Более того, меня в этой среде очень много вещей вообще не интересует вообще, например, предположим, ну, это меня конкретно, ты знаешь, что людям, например, вообще там никогда не играл и не хочу играть в сетевые игры. Мне интересно вообще ни одной секунды. там, почти я не вешу там в роликах каких-то, YouTube мне не интересен, понимаешь, типа, я иногда там смотрю какие-то лекции какие-то, ну, какие-то кинухи смотрю какой-то, иногда бывает какой-нибудь этот боевичок какой-то, причем тупые в основном люди почитают такие. Бах-бах-бах, трох, ту-ду-ду-ду-ду. Что это для вас, отдых просто? Это, наверное, показатель ухудшения какого-то базового состояния, когда образуется какой-то кусок времени, переключения какие-то, ну, это вряд ли отдых, значит, когда, наверное, просто уровень вот моего восприятия такой, не очень высокий, предположим, и вот я могу туда опустить свое сознание, типа там, такой, значит, грязевые ванны, я бы сказал, значит, погружаю свое сознание в грязевую ванну. Ну, там мало чего чистого, там, они какие-то тупые, во-первых, какие бы они ни, они могут талантливо быть сделаны, там, я какие-то фильмы, там, с Джейсоном Стэттомом, там, или, там, Брюсом Уиллисом, там, каким-нибудь Аль Пачи, ну, Аль Пачи, ну, другого человека, ну, какой-нибудь этот, много этих таких актеров, да, какие-то, которые, я их не очень хорошо знаю, но, вот, там, стопроцентно, они в фильме, в основном, глуповатые, простоватые, но очень эффективно действующие на какие-то способы переживания такого короткого толка, да. Ну, это тоже игра своего рода, развлечение. Ну, по-видимому, я даже не знаю, почему я это особо делаю, причем, ну, какие-то, тут, ну, вот, сам даже не знаю, ну, там, меня тоже забирает какая-то дань, это тоже, как это, что же, аддикция же, по сути дела, да, там, цифровая, нам какую-то часть и отдают, да. Дань, это интересно, вы сказали, дань, дань цифровой реальности. Ну, я точно понимаю, что мне от этого пользы особо никакой нет. Финальная тема, мне все-таки очень интересно, до этого вы сказали, что вы считаете, что, там, наша жизнь – это наказание, и если это наказание, то немножко развернуть вашу модель. Ну, наказание – это же не это, как называется, а не сусуманская зона, где тебя, значит, типа, там, с одной стороны блатны, а с другой стороны администрация, там, харит, понимаешь, во все дыры. Наказание – это некие такие силовые воздействия, которые заставляют тебя исправить вещи, которые ты не можешь исправить сам, лично, да. Тогда ты попадаешь в ситуацию, которая на тебя давит, знаешь, типа, там, тебе говорят, там, прекрати, типа, испытывай вот такие переживания в такой ситуации, не лазь туда, понимаешь, какая штука. Ты лезешь туда, тебя бьет током, понимаешь, ты как крыса туда лазишь, а потом, ты понимаешь, не буду лазить, там, током бьет все время. Наказание – это вот не такая тема, а не то, чтобы сейчас мы тебя так трахнем, что, типа, там, у тебя руки отнимутся, и ты лазить не будешь, понимаешь? Я понял, да, получается, если, и к тому, что если мы приходим вот в это наказание, то, получается, есть что-то до и есть что-то после. И это просто путешествие по жизням, или что это? Нет, ну, это, как называется, это концепция, которую я пользуюсь там, опять, это имеется в виду, что совершенно необязательно до или после. Может быть, и есть, может быть, нет, это вообще не играет никакой роли. Интересна ваша концепция. Нет, у меня по этому поводу вопрос бюджета, и продаем или покупаем, то есть, все равно, абсолютно. То есть, у меня нет по множеству вот этих вот поводов, таких религиозно-мистических, у меня абсолютно нет никаких готовых концепций. Гибок полной беспринципности. Вы, получается, полное отражение фразы, которое звучит как быть в моменте и проживать момент. Ну, не знаю, у меня так не кажется. Мне так не кажется. Ну, если вы максимально свободны от всех концепций, то есть, чем больше у нас концепций, тем... Нет, ну, наверное, я имею в виду вот этих духовно-мистическо-религиозно каких-то таких. Не то, что я свободен, я еще раз говорю, что они все для меня равнозначны. То есть, я могу пользоваться, конечно, там... Мне понятно, как пользоваться там монотеистической концепцией аврамического толка. Я в данном случае профессионал. Мне понятно, как себя мотивировать с помощью... Господи, прости меня грешного. Иисусе Христе, Сыне Божией, Матушке Пресвятая Богородица, молись о нас грешных, мы ибо грешны есть. Только мне понятно, о чем писали люди там в добротолюбии, описывая свой опыт какой-то духовной жизни. Мне понятно, о чем пишут буддийские практики, понимаешь, какая штука. Мне понятно, там, как держат себя какие-нибудь там... Майя держали, понимаешь, с помощью чего там китайские буддисты и так далее. Но это совершенно не значит, что это мое. Но я могу этим пользоваться, там, концепция перерастивания, окей, почему варум нить. В чем тогда смысл для вас? Очень банальная фраза. Смысл чего? Смысл жизни, смысл проживания. Познание, конечно, познание. Да-да-да, познание. Ну, очень хочется таки познать здесь все. Желательно абсолютное знание обвести. Цель, она не в том, чтобы получить конечный ответ? Цель в том, чтобы умереть здорово. Оно включает в себя все остальное. Но она присутствует? Конечно. Только на самом деле, только она и есть. Потому что единственное, стопроцентно верифицируемое, доказанное событие, которое с тобой произойдет, это твой последний выдох. Который будет сопровождаться тем, что люди с этой стороны называют смертью. А почему для вас важна именно вот эта смерть здоровым? Почему? Ну, здоровым вообще быть нехорошо. В такой ответственный момент, это как пойти к девушке и обосраться. Понимаешь, какая штука. Ты там все вот это вот подготовить. Просто. Шампанского купить, и у тебя понос начался. Ну, куда это говорится? Просто эта идея, она же максимально не такая. Опять ты сейчас скажешь про общество какое-нибудь. Я понимаю. Да ну их нахер вот с этим их обществом. Пусть они думают чуть-чуть вообще. Это их жизнь, понимаешь? Каждый будет умирать в одиночку. Я про то, что это очень интересно. Конечно, я поэтому честно говорю. Даже не задумываются о вот этом концепте, что умереть здоровым. Это как будто два просто противоположных слова, которые они вяжутся друг с другом. Правильно? Ну, это же, ну что, и мне теперь их уговаривать, что ли? Нет, я не про это. Нет, имеется в виду, давайте я вам сейчас все объясню. Так, нет, с прибором на них, понимаешь? На всех этих добрых людей. Приходи поскорее, не задавь добрых, честных людей. Умирайте как хотите. Я не знаю, я что вам такое. Нянька или судье. Я не знаю, как вы будете умирать. Сами определитесь со своей смертью. Здесь со своей жизнью определиться не можешь. А со смертью как здесь определишься, да? А я говорю о том, что надо определиться со своей смертью. Я об этом говорю, конечно. Определяемся со смертью быстро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok